Я дедушка Длинные Ноги. Успей подписаться на канал и поставить лайк за 5 секунд, и тогда ты будешь вечно молодым. Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и ребятки, на канале Сирена Студио вышел новый крутой мультик Мама Длинные Ноги против Папы Длинные Ноги. Обязательно посмотрите, ссылочка в описании. Ну все, я перебил всех Сиреноголовых, теперь они не будут нам докучать и не будут похищать Хагиваги. Ну а то вы на прошлой неделе двое пропали Хагиваги. Ну и все, я их, к сожалению, даже не смог найти. Ну хотя бы отомстил за них, перебил всех этих Сиреноголовых. Как же они нам надоели, быстрее бы мы уже забор построили. Эх, ладно, нужно возвращаться в поселение. О, дети бои меня встречают. Детишки, привет. Что делаете? Че так столпили здесь? О, отец, у нас для тебя важная новость. Сюда, в поселение, прибегал моб с гусеница. И переносил листовки. И рассказывал о том, что скоро будет турнир всех Пап Длинные Ноги. За звание сильнейшего отца. А за победу еще, обещает победившее поселение, пригнать очень-очень много Хагиваги строителей, которые преобразят его чуть ли не в город. Ты говоришь, из столицы тот самый чемпионат? Самый сильный Пап Длинные Ноги. Да-да-да, я слышал много раз про него. Так и меня зовут туда? Ого! Да, тебя теперь тоже приглашают. И мы вот так обрадовались, решили встретить тебя. Сообщить об этом, он будет через две недели. Через две недели? И приз, ого, вот это, конечно, приз крутой. Ты говоришь, из нашего поселения целый город сделают, можно сказать. Обнесут его мощным забором, обновят все наши дома. Это реально очень крутой приз. Да и то, что нам нужно, а то нам постоянно докучают эти сиреноголовые всякие монстры из леса. Всякие мостовые черви сюда забегают и так далее. Да, Папа, ты же такой сильный, ты всех одолеешь. Конечно, спасибо, детишки, то, что так верите в меня. И действительно, наше поселение за последний год намного стало лучше, сильнее, развилось прям очень-очень-очень. Из парочки домиков до целого уже полноценного поселения Хагиваги. Да и я вроде за последний год намного сильнее стал, но все равно вряд ли буду самым сильным на этом чемпионате. Не забывайте то, что я хоть и обновленная версия 2.0, но после меня уже вышло много всяких более совершенных версий. 2.1 версия, 2.2, 2.3, и даже, говорят, скоро появится вот-вот в этом году 3.0 версии, или уже даже появилась. Она намного сильнее, чем моя версия 2.0, Дэдди Лонглэкс. Вряд ли я выиграю даже версию 2.1 или 2.2, то тем более там куть 2.5 или 3.0. Я, конечно, довольно-таки сильный, но не самый сильный. Спасибо, дети, за поддержку и то, что верите в меня, но я вряд ли выиграю в этом чемпионате. Да ладно, папа, ты победишь. Если ты позволишь, то я возьму на табушество на эти пару недель и накачаю по всем своим лучшим методикам. Буду кормить тебя самой такой пищей, которая больше всего мышц наращивает. Буду самой тяжелой тебе находить снаряды, и ты непременно станешь очень-очень сильным и разломаешь даже самые совершенные версии. Ну, я вроде слышал, ты какие-то специальные грибочки кушаешь, и из-за них ты буквально за месяц стал очень-очень сильным, да? Ну, за пару месяцев, ну да. Но попробовать можно, тем более из целых 2 недели. А мы, вроде папы Дриноноги, более совершенные организмы, чем вы, Хаги-Ваги, так что за 2 недели вдруг сработает. Я думаю, лучше попробовать, чем ничего не делать. Давай, пойдем в твою качалочку, потренируй меня, я не против. Я думаю, можно рискнуть. Тогда давай, папа, начинаем прямо сейчас, чем раньше, тем лучше. Я тебе покажу программу с самыми эффективными упражнениями, а вы, Хаги-Ваги, на всякий случай, если мои методики не помогут. Придумайте какие-то свои идеи к концу недели, хорошо? Ладно, мы подумаем. Подумаем, подумаем. Хорошо. Пошли, папа, быстрее. Ну и да, сынишка, качок Хаги-Ваги, но собирай побольше своих вот этих вот специальных грибочков. Не вопрос, папа, ха-ха, у меня на такие их запасы, даже на тебя хватит. Ах, я уже и не знаю, что делать. Я перепробовал все методики. Я все поляны с грибочками начисто повырывал. И все это обратил в специальные коктейли для папы. Но это ничем не помогает. Мы использовали самые тяжелые снаряды. Я уже даже... В общем, не знаю, что делать, правда. Я все перепробовал. Да, какой кошмар. Я целых 13 дней тягал все эти железки в твоей качалке. Все пил твои коктейли и так далее, грибочки. И вообще, ни грамм мышц практически не добавился. Да и сила как-то не сильно увеличилась. Ну, может быть, на 5% или того меньше. Эх, какой ужас. Я точно не выиграю на этом чемпионате. А вот уже завтра. Уже сегодня 13-й день. Завтра будет 2 недели. Завтра уже чемпионат. Какой ужас. Я думаю, я точно не выиграю. Может, тогда мне на него и не идти. Как думаете, а? А то только люлей получу. Болеть все потом будет. Фингалы все эти проходить. От этих мощных ударов более сильных пап. А победы я не получу никакого приза. Только синяки и досадины. Эх. Ну, я даже и не знаю, папа. Ты оказался совершенно другим организмом. И я ничем не смог помочь. Может, у кого-то из Хагиваги есть какие-то идеи. Папа, папа, почему бы тебе просто не использовать тот сверхрежим? Ну, помнишь, когда Большая Сирена пришла в поселение? Мы думали, она сейчас там тебя заломает. Ты уже проигрывал. Да потом ты вдруг покраснел весь такой. Встал весь славой какой-то. И как эту Большую Сирену побил? Что она убежала и больше никогда сюда не возвращалась? Так поруби этот режим, и ты всех там других пап переломаешь. А, наивный ты мой, сынок Хагиваги. Ты про тот самый режим. Вы, наверное, думаете, включить этот режим и всех выиграю, да? Ну, не все так просто, да. Хоть этот режим есть только во мне. Дело в том, что я первый прототип версии 2.0. Именно во мне сделали этот экспериментальный режим и больше не в ком. Но для него нужно много специальной радиоактивной энергии. Хотя, наверное, подойдет даже любая радиоактивная энергия, но не суть. Но я использовал в том бою всю эту энергию, когда дрался с Большой Сиреной. Да и тем более этот режим очень сильно издашивает все мои механизмы и запчасти. Так что его не рекомендуется использовать очень часто. А на этом чемпионате будет много боев. Да и если бы я мог его включить, я бы его включил бы, конечно. Но все-таки на кону целое обновленное поселение с забором, с обновленными домиками. А я для вас все сделаю для моих сыночков Хагиваги. Даже своим механизмами и своим телом по жертву ради такого. Но я, к сожалению, не смогу это сделать. У меня нету топлива, нету этой как раз радиоактивной энергии, которая раньше у меня была и которая очень-очень долго накапливается сама по себе. И я ее не смог еще накопить в достаточном количестве, чтобы ее активировать. Эх, что же поделать. Папа, папа, слушай, говоришь радиоактивное что-то нужно. А как это топливо там называется? Что загрузить? Может быть мы сможем для тебя какое-нибудь топливо-то раздобыть? Ты зарядишь свой реактор и сможешь опять использовать этот режим. Да в принципе подойдет любое радиоактивное топливо, лишь бы оно вырабатывало много-много энергии. Абсолютно любое, мне кажется. О, это хорошо. Желтый, желтый. Эх, что? Это, помнишь, ты находил там эту штуку, как ее там, светящуюся на крайне поселения? Еще орал тогда метеорит, метеорит упал. И тогда еще лысый оттуда вернулся. Эх, да. У тебя аж голос до сих пор осипший, волосы только отросли. Вот она вроде бы, как я знаю, радиоактивная, потому что радиоактивная, волосы могут выпадать. Эх, ну да, папа, там на краю не поселение, в общем. Точнее, там вот, где старое поселение было. Эх, там упала с неба какая-то штука, я ночью увидел, когда гулять ходил. Я, конечно, знаю, ты по ночам запрещаешь гулять. Но это было так красиво, что я пошел посмотреть. Кхе-кхе-кхе-кхе. Вот я пришел туда, а там такой огромный камень лежит. Еще красный, раскаленный был весь. Думаю, ого, и правда с неба упал. Так я его подошел потрогать. А мне как стало плохо, как волосы начали падать. Кхе-кхе-кхе. Я с тех пор и охрип, и лысым стал. Но сейчас волосы уже вернулись, а волос еще нет. Та штука, наверное, точно очень радиоактивная. Может быть, ее использовать в качестве топлива? Кхе-кхе-кхе. Да, папа, что думаешь? Ну, я даже не знаю, пойдемте, детишки, глянем. Вы, конечно, близко не приближаетесь. А на меня радиация вроде как сильно не действует. Только подзаряжает, поэтому я подойду, все осмотрю, ну и уже посмотрим. Надеюсь, это сработает. У нас других, как бы, вариантов и не осталось. Ну, желтый, давай веди папу. А, хорошо. Пошли, папа, я сейчас тебе все покажу. Веди, желтый, пойдем. О, ты про это, садишка, говорил, да? Да, папа, только не подходи близко. Ну, точнее, я уже ближе не буду подходить. А то опять облысею. Кхе-кхе-кхе. Да, садишка, ходи подальше. А мне-то, наоборот, нужно подойти. Хе-хе. Ого, до сих пор добиться. А ты когда говорил, он упал? А, да неделю назад где-то. Неделю назад, и он до сих пор добиться? Ого, сколько ж там в нем энергии. Так, 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 подойду поближе. Так. Ох, чувствую, да. И как, папа, чувствуешь силу? Да, 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 что-то чувствую. Ну, что-то как-то слабенько, если честно. О, ну ты это, запихни его тогда в себя, что ли. Хорошая идея, только есть одно но. Он в меня не поместится. Он слишком большой, хотя подожди. Кажется, вот эта оболочка уже застыла. И самая-самая главная мощь, самая-самая большая энергия, ядро, находится как раз внутри. Нужно сломать оболочку внешнюю, которая уже застыла за неделю, и засунуть в себя самое главное, это ядро. Получает самую главную, вот эту центральную радиоактивную сердцевину. Так, на, о, сломал, кажется. О, как много энергии. Я ее прям, прям чувствую. Видимо, вот эта вся внешняя оболочка, которая застыла, все поглощала. А теперь, так много энергии. Так, ладно, сейчас раскрою специальный отделчик, который у меня есть в груди, и засуду прямо внутрь этот новый радиоактивный элемент. Это же ветеорит. Значит, он из космоса, поэтому радиации в нем должно быть очень-очень много. Ох, сколько энергии, чувствую, чувствую. Ох, кажется, сработало. Сынишка, смотри. Все, сработало, сынишка. О, на, теперь я всех выиграю на чемпионате, и буду самым сильным папой длинные ноги. Ха-ха-ха. Вот это да. Ты что, уже прям отправляешься на арену? Да, прямо сейчас уже отправляюсь. Мне и спать перехотелось, и есть. Хочется теперь драться и убивать. Ха-ха-ха-ха. Тем более, чемпионат завтра рано утром будет. Как раз успею туда дойти и подготовиться. Сынок, возвращайся в поселение и сообщи, то, чтобы у меня все получилось, и завтра я вернусь с победой. Ха-ха-ха. Хорошо, папа, удачи тебе. На, на, получай. А-а-а. На, сейчас я тебя быстренько одолею. Ай-яй-яй, а-а-а, какой он сильный. А ну иди сюда. На, на, на. А-а, все, хватит, хватит, я сдаюсь. Не надо. О-хо-хо. И победителем этого раунда является папа длинные ноги из 16 поселения. Его оппонент старый папа длинные ноги из 23 поселения вышел за пределы круга. Ура. О-о-о. Я победил. Хо-хо-хо. И папа из 16 поселения переходит в финал. И, дамы и господа, в финал. Многократный чемпион наших соревнований. Великий и ужасный. Красный папа версии 3-0. Из 17 поселения против своего, хо-хо, оказалось соседа практически. Папа из 16 поселения. Новичка, который дерзкий ворвался и готов посоревноваться с ним за титул чемпионства. Но, как мы помним, уже 10 раз подряд никто так и не смог его одолеть. Но давайте посмотрим. Может быть на этот раз что-то изменится. А-а-а, начали. На, получай, на. Ха-ха-ха. Как же так. Я сколько бью-бью его, а все время обжигаюсь об него. Вот будто бы раскален. Ах, его удары такие сильные. На, получай. Да, да. Мне твои удары не наносят никакого урона. Ты себя еще называешь 10-кратным чемпионом. Ха-ха-ха. Слабак, да. И это еще обновленная версия 3-0. Которая только-только прибыла с завода. На. Я версии 2-0 и то поселить я буду. Это будет моя последняя атака. Если она не сработает, я пройду. Ха-ха. Это была твоя самая сильная атака. На. На. А ну иди сюда. Судья, остановись. Иди сюда. Я снаюсь. О, он вышел за лидер. О, и вы это видите? Этого просто не может быть. Кажется, дерзкий новичок заставил бежать нашего чемпиона поджав хвостом. А впрочем, какой это уже чемпион? Так, пережиток прошлого. Давайте же пославим нового чемпиона. Папу длинного ноги 16-го поселения. Ура новому чемпиону. Ура. Ха-ха-ха. Я победил. Ха-ха. Ну а ты теперь больше не чемпион. Теперь я чемпион. Ха-ха-ха. Ну все, детишки. Я вернулся. Ха-ха-ха. Ура. Папа, ты победил. Это что? Кубок золотого трехеда? Ух ты. Я только о таком легенде слышал. Да, детишки. Я победил всех. И даже новейшего красного папу. Версии. Ой. То ли 2.8. То ли 2.9. Или даже 3.0 версии. В общем, это был десятикратный чемпион какой-то вроде. Самый сильный папа длинные ноги. Во всем нашем королевстве. Даже его я уработал. Ха-ха-ха. Слабочок он оказался. А это, да, детишки. Кубок чемпиона. Он дается только самому сильному чемпиону папе длинные ноги. Это кубок качка трехеда. Он хоть сделан из золота. Но это не самый главный приз, как вы помните. Самый главный приз. Уже буквально через недельку или даже меньше. На новой вроде неделе к новой столице прибудут прямо от королевы ее строители. Или строители Хагиваги. Они построят вокруг нашего поселения железный какой-то. Или даже титановый забор. Очень-очень высокий. Но и так же обновят все наши домики. Их сделают более современными. И с современными удобствами. Даже проведут телевидение и интернет. И установят новейшие компьютеры, плазмы и так далее. Ух ты, круто! В общем, да, мои детишки. Папа заработал для вас не только победу, но и счастливую жизнь. И очень хорошее будущее. Хо-хо-хо. О, спасибо, папа. Спасибо. Спасибо. Ну и еще вы знаете. Раз этот кристалл так хорошо, но и действует. Я решил из себя его не доставать. Пускай но всякий пожарный всегда теперь будет во мне. Раз он мне не мешает. Да и вроде механизмы не сильно уж и износились. Такие же и остались, какие и были. То я буду с ним и ходить. А то вдруг какая-то угроза будет. Какая-нибудь большая сирена. И я сразу такой. И надаю люлей. Но с этим кристаллом я выиграю любого монстра. Даже большую сирену. Хотя, я думаю, вряд ли она уже придет в наше поселение. Как только узнает, что здесь новый чемпион. Ха-ха. Во главе сидит. Ну то есть я. Ха-ха-ха. Ладно, детишки, я пошел спать. Папа все ныки немного устал. Я вчера столько лиц разнес. Ха-ха. Мне теперь нужен немножко отдых. А, папа, конечно, отдыхай. Ура нашему папе. Ура, ура. Ура, папе. Ура, папе. Ура, папа. А, это что за дед? А, у нас в поселении дед какой-то. А, ладно, наверное, Хаги-Ваги с просонья что-то не то увидел. А, ох, мой золотой кубок. Какой же он красивый. Какой же я молодец. А, что это за отражение какое-то странное в нем? А, а что это я зеленый какой-то? А, и борода выросла. А, что со мной? А, мои мышцы и мои конечности. Что, что произошло? А, ай-яй-яй-яй. А, я не могу управлять нормально своим телом. А, это я что ли? Я что превратился в дедушку? Я постарел. Морщины какие-то появились. А, что со мной? А, видимо из-за того, что я слишком много использовал тот экспериментальный режим, который работает на радиоактивной энергии какой-то. Это меня очень быстро состарило. А, теперь все болит. И я теперь стал дедушкой. Я теперь не папа, а дедушка длинные ноги. А, нет. Хэшки, ребята, всем привет. Ну, а с вами снова я, Слайк Маст. И, конечно же, Дарк. И сегодня, ребята, мы вам показали, как папа длинные ноги превратился в дедушку длинные ноги в игре под названием Гаррис Мод. Доброго времени суток, друзья. Да, ребятки, у нас появился новый член семьи длинных ног. Это дедушка длинные ноги. Грэнпа Лонг Лэкс. Да куда, ребят, прикольный, зеленый, дедуля. Лонг Лэкс, длинные ноги. Перед этим у нас появилась бабушка длинные ноги. А теперь, ребят, появился дедушка длинные ноги. И сегодня, ребят, была история его появления, как он вообще, ребятки, появился. Из-за того, что папа длинные ноги использовал свой организм на максимуме. Он использовал слишком долго тот самый экспериментальный режим, который работает на радиоактивной энергии. Этот режим еще работал с помощью этого кристалла, которого он нашел. Из-за этого его организм, его механизмы слишком быстро износились и состарились. И буквально за несколько дней наш папа длинные ноги превратился в самого настоящего дедушку длинные ноги. Папа слишком быстро состарился и превратился в такого дедулю. Ну такая всегда, ребят, была прикольная история. Если вы, ребята, хотите больше роликов про дедушку Длинные Ноги, и также, если вы, друзья, хотите, чтобы устроили битву дедушки Длинные Ноги против бабушки Длинные Ноги, то давайте мы, друзья, наберём на этой серии 10 тысяч лайков. И как только, друзья, набирается на этой серии 10 тысяч лайков, выходит новенькая серия про дедушку Длинные Ноги, и, скорее всего, ребята, это и будет битва против бабушки. Также, друзья, прям по максимуму ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите, друзья, на колокольчик, предлагайте, ребят, новые идеи в комментариях, Какие нам ещё рубрики записать С дедулей длинные ноги Ну а мы, ребята, с вами на этом прощаемся Всем, друзья, спасибо за просмотр С вами были я, как обычно, с LikeMast И, конечно же, Dark До встречи, ребята, в новых роликах Всем, ребят, желаем удачи И всем пока-пока Всего хорошего, друзья Субтитры сделал DimaTorzok